Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, я думаю, что многие из вас видели, да не многие, а все, вот это отвратительное видео, когда два здоровенных лба в Москве в автобусе напали на очень пожилого дедушку, 87 лет, за то, что он высказался там по поводу бандитов-вагнеровцев, что они бандиты. Ну, в таком разрезе. Помните, они его и били в этом автобусе, и руки ему заламывали, и что так они делали. Как результат, там была написана жалоба, как она у них там называется, следственная, этот шманитет или комитет, или как она там, Господи, не суть, важно. Вот, и те взяли там, даже помню этот вот клоун, как его фамилия, Бастюркин, Бастыркин, не помню точно. Вот этот клоун брал это дело под личный, так сказать, просмотр, внимания, так сказать, что будут наказаны вот эти бандиты, которые напали на дедушку. Что вы думали в результате? А результат следующий. Российская прокуратура отказалась, сначала закрыла уголовное дело, да, просто закрыла, ничего они не сделали, то есть вот это избиение в автобусе с матюками, со всем, что с ним следовало, выкрученные руки, и унижение вот это, аж обошлось им просто так. А потом, когда пошла жалоба от адвокатов и так далее, прокуратура повторно отказалась возбуждать уголовное дело в отношении бандитов. Вот, собственно, и все. Они сбили 87-летнего деда, они унизили его, они ему выворачивали руки. Абсолютно немыслимая, жуткая сцена. Как результат, российская прокуратура в их действиях ничего эдакого зазорного не нашла. Это так, к пониманию, что такое современная фашистская Россия, что такое ее прокуратура, вообще все ее государственные институты и так далее, и так далее. Вот с чем Украине приходится иметь дело.